Этот человек делит первое место в списке бомбардиров чемпионата России вместе с Александром Киржаковым и бразильским полузащитником Алани Данила Нека. Его зовут так же, как меня, Юра. Но он не российский футболист, это американец армянского происхождения Юра Мавсисян. Он уже несколько лет играет за футбольный клуб Краснодар и делает это очень хорошо. Прямо сейчас из студии в Краснодаре Юра Мавсисян на связи с нами. Второй год. Это с полу для того, чтобы похлопать, друзья. Hi, Юра, I'm Yura too. Юра, расскажите нам, пожалуйста, почему у вас такое имя? Это не русское имя, почему родители вам решили дать его? Точнее, наоборот, это русское имя. Новые сведения от Юрия Дудзя, что это не русское имя. Да, это был Каминам, друзья. Ну, первое, Юра – это армянское имя. Юрий – это русское имя, чтобы вам было понятнее. А теперь я буду знать. Поняли, идиоты! Так что отчасти и ты тоже из Армении. Примерно, примерно. Это очень полезно знать. Да, мы будем это знать, обязательно. Тем более Юра выглядит как человек, с которым не стоит шутить. Юра, вы забили в этом сезоне уже 9 мячей за Краснодар. Сэмюэль Этуо, который играет за Анжи, забил 7 мячей за Россию. Сэмюэль Этуо зарабатывает 21 миллионов евро в год. Можно ли уже ожидать, что вы начнете переговоры с Краснодаром по увеличению зарплаты? С помощью агента Игоря Денисова? Это следующий вопрос, Алексей. Сейчас смотрим за глазами. Я могу повторить вопрос по-русски, да? Юра, вы забили 9 голов. Вы забили 9 голов. Сэмюэль Этуо забил 7 в этом сезоне. Сэмюэль Этуо – самый высокооплачиваемый футболист планеты Земля. 21 миллион евро в год. У вас, насколько я понимаю, зарплата чуть меньше. Чуть-чуть. Правильно ли понимать, что вы, вырвавшись в лидеры чемпионата бомбардиров, уже ведете переговоры с Краснодаром о повышении зарплаты? Чтобы она была... До уровня Сэмюэль Этуо. Юра, мы все сейчас смеются. Это уже здорово. Да. Это очень трудно для меня сравнивать с Этуо, потому что Этуо – игрок мирового класса. Я уважаю то, что он зарабатывает больше меня. Но когда мы подведем итоги сезона и окажется, что мои показатели похожи на свои показатели Этуо, думаю, что мы сможем начать переговоры о увеличении моего контракта. Как откровенно. Это очень здорово. Алексей Андронов знает, кто может вам помочь. Алексей, кто? Видимо, Игорь Денисов. Игорь Денисов, который, кстати, незадолго до старта нашей программы пришла новость о том, что Игорь Денисов помирился с руководством «Зенита» и вернется в основной состав. Ну а мы продолжаем общаться с Юрой Мефсисяном. Юра, когда вы играли до Краснодара в профессиональной лиге футбола американской, которая называется МЛС, вы играли там 3 года и, по нашим сведениям, вы зарабатывали там 4 тысячи долларов в месяц. Ну, после уплаты налогов ваша зарплата была такой. В Краснодаре, насколько мы знаем, здесь зарплата на слайде, вы сейчас видите, 70 тысяч в год, это до вычета налогов. А это у кого такая красная синия форма? Это то ли у Солт Лейк команды, то ли у Канзас, одной из двух, которая играла... Или у сборной Армении, неважно. Ребята, это самый главный вопрос. Давайте посвятим это на 10 минут. В Краснодаре ваш труд оплачивается значительно лучше, чем это было в Америке. Как изменился ваш стиль жизни в связи с этим? После переезда в Краснодар, что изменилось в вашем поведении? А вот эти шикарные часы на руке, собственно, появились. Каждый раз, когда ты начинаешь играть в футбол, зарабатываешь сначала небольшие деньги. Нужно научиться играть хорошо в футбол, чтобы зарабатывать крупные деньги. То, что я зарабатываю теперь в Краснодаре больше, показывает, что я много работаю. Я не могу сказать, что образ жизни моей семьи или мой, собственно, сильно изменился. Но, конечно, мы сейчас с деньгами у нас значительно свободнее, чем было раньше. Но вы купили какую-то машину, например, машину, которую вы не могли себе позволить раньше? Насколько я слышал, вы передвигаете по Краснодару, не на Жигулях. Форд Фиеста 96-го года у Юра теперь. Я не купил машину, я купил самолет. Самолет? Это очень хорошо. Вот так вот. Надо мыслить масштабно. Юра, ты знаешь, я читаю твиттер, собственно, президента футбольного клуба Краснодара Сергея Галицкого. И он писал о том, что игра Барселоны, в частности, его совершенно не впечатляет. Ты сейчас вот в прямом эфире готов поспорить фактически со своим работодателем? Если я правильно понял вопрос, я тоже не болельщик Барселоны, между прочим. Я болею за Реал. Я болельщик Барселоны и предпочитаю Реал Барселоны. Максим, ваш вопрос. Юр, скажите, пожалуйста, на ваших часах шесть циферблатов, когда вы смотрите на часы, чтобы посмотреть время. Вы смотрите на время Краснодара, Москвы, Америки, Лондона, может быть? Или Еревана. Я слежу за двумя этими ребятами, за Москвой и Лос-Анджелесом. Но это очень удобные часы, потому что я живу по стольким разным временам, что мне не приходится носить с собой, допустим, дополнительный мобильный телефон, чтобы знать время. Или надевать вторую пару часов. Игорь. Юра, да. Добрый день. Я хотел бы вам задать следующий вопрос. У нас в прошлой программе участвовал ваш товарищ по сборной Армении, выдающийся футболист, восходящая европейская звезда Генрих Мхитарян. Известно, что летом «Зенит» сделал шахтеру, где играет Мхитарян, предложение в размере 30 миллионов евро. Шахтер отклонил это предложение, отверх даже, можно сказать. А какой вариант, если бы вы могли дать совет вашему товарищу Генриху Мхитаряну, где продолжить карьеру? Какой вариант карьеры для него было бы лучше продолжение? «Зенит», «Анжи», «Манчестер-Сити», «Челси» или «Парис Энджермен»? Я назвал самые богатые клубы Европы на сегодняшний день. Это вопрос, который должен решать Генрих и Шахтер. Генрих, мало того, что сам очень умный человек, он еще окружен умными людьми. Пусть у него есть предложение, хоть от Челси, хоть от Бачеси или Юнайтед, но Шахтер только что побил Челси. И поэтому, возможно, Шахтер для него лучший клуб. Только Генрих может решать против того, где ему играть. Я поддержу любое его решение, но решать должен только он сам и его близкие. Юра, скажите, я правильно понимаю, что у вас есть паспорт гражданина США? Естественно. За кого вы будете голосовать? За Барака Обаму или за Мэтта Ромни? Я официально не буду отвечать на этот вопрос. Я знаю ответ на этот вопрос. Почему? Это Таштар Кисян, за которого проголосовал бы Юра Матсисян. Юра, ответьте нам на финальный вопрос. Мы говорили про Генриха Мхитаряна, которого к себе звал «Зенит». Как говорили, «Зенит» звал и вас к себе. Было ли это на самом деле? Я читал только слухи про Генриха и про самого себя. Но это журналисты, которые пишут все, что им в голову. Но я не думаю, что было что-то серьезное за этим. Тогда коротко ответьте, какой у вас клуб будет следующий после Краснодара? Это будет «Зенит», это будет «Анджи» или это будет «Мадридский Реал», за которым вы болеете? Я, по-прежнему, игрок Краснодара. И я ничего не знаю пока о своем будущем. Возможно, я пока игрок Краснодара. Возможно, я совершу переход. Но для этого я должен произвести на кого-то очень сильное впечатление. И тогда такой переход возможно состоится. Пока я игрок Краснодара. С нами на связи из Краснодара был Юрий Мавсисян, нападающий футбольного клуба «Краснодар». Настоящий американец. Кроме того, он, по-моему, очень похож на актера Джейсона Сталин.